Епархиальные рождественские чтения объединили общество, религию и власть в вопросах духовно-нравственного воспитания молодого поколения. Задача общественно-церковного форума – укрепление традиций патриотизма, семьи и в целом государства. Работа началась во дворце угольщиков. В фойе были развернуты выставки, где представлены изделия ручной работы, композиции на рождественскую тематику, а также работала мастерская по изготовлению ёлочных украшений. Я считаю, что это нужное дело, что мы детей и взрослых привлекаем к таким забытым мастерствам, как ручной труд. В рамках подготовки к форуму в этом году был проведен конкурс рисунков детей. В нем приняли участие воспитанники детской художественной школы, а также воскресных школ, входящих в епархиальный округ. Лучшие картины могли увидеть гости, пришедшие на мероприятие. От нашей школы, конечно, несколько преподавателей работали в жюри этого конкурса. Довольно-таки высокий уровень работ, несмотря на то, что произошло это довольно-таки спонтанно, потому что в первый раз, в следующий раз мы будем готовиться уже более фундаментально к этому мероприятию. Но, в принципе, результаты очень хорошие. Централизованная библиотечная система представила выставку книг об истории православной церкви, о становлении христианства. Живое слово, мудрости, духовности. Название экспозиции говорит само за себя. Кроме этого, была оформлена выставка работ рукодельниц. Напомним, в этом году на базе двух библиотек были организованы кружки бисероплетения. Это стало возможно благодаря выигранным центральной библиотекой грантам. Одинград – это программа «Активное поколение», которая ориентирована на поддержку пожилых людей, пожилого возраста. И благодаря выигранному гранту мы открыли в село Ира школу бисероплетения иконы картин при модельной сельской библиотеке. И наши мастерицы вот уже на протяжении трех месяцев вышивают иконы. Второй грант – это грант православной инициативы, малых грантов. Мы у них тоже выиграли 120 тысяч. Этот проект у нас ориентирован на людей с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья. Здесь же, во Дворце культуры, состоялось торжественное открытие форума. Выступление детского хора «Родничок» воскресной школы под руководством заслуженного работника культуры Тамары Столяровой, собравшиеся приветствовали стоя. И спаси, благое души, наша. В зале представители общественности, традиционных религиозных объединений, депутаты, руководители организаций города, почетные гости. Тема рождественских чтений охватывает целые столетия, начиная с Октябрьской революции. Как сказал святейший патриарх Московский в Сеярусе Кирилл, эта тема требует глубокого и вдумчивого осмысления событий минувшего столетия. Особенно же последствий и итогов Октябрьской революции 1917 года, происшедшей в России и ставшей без преувеличения поворотным моментом как новейшей истории нашей страны, так и всей европейской истории трагического XX века. Председатель Совета городского округа, председатель Собора русских в городе Кумертау Олег Астахов подчеркнул, что тема форума – это тема единения, сохранения межнационального и межконфессионального богатства России, сохранения семейных ценностей, воспитания духовно-нравственного поколения. Это важно, поскольку на территории только нашей республики проживает более 100 национальностей. Олег Анатольевич напомнил, что для взаимодействия религиозных объединений и власти в нашем городе в этом году было подписано соглашение между администрацией, мусульманской организацией и епархией о сотрудничестве. За активную жизненную позицию и тесное сотрудничество были вручены почетные грамоты администрации Владыке Николаю, Салават Хазрату, депутату Госсобрания Курултая, руководителю Собора русских Виктору Пчелинцеву. В числе награжденных председатель Совета по государственным межконфессиональным отношениям республики Вячеслав Пятков. Он поприветствовал собравшихся от имени руководства республики. Православие и ислам являются ведущими конфессиями, особо крупными религиозными конфессиями, которые в целом стабилизируют сегодня конфессиональную ситуацию в регионе. По данным на первое число 2016 года, я могу отметить, что у нас сегодня действует 1893 религиозных объединения. Если мы посмотрим, 25 лет назад было 17. Тут есть свидетели, священнослужители, которые помнят, было 17 храмов всего, было 17 мечетей и такой, как они существовали. От имени Собора русских к молодежи обратился депутат Госсобрания Курултая Республики, руководитель Собора русских Виктор Пчелинцев. Он порекомендовал извлекать из истории полезные уроки. Вам не стоит отдаляться от своих родителей, от своих предков. Они делали историю своего государства. Было сложно, было тяжело. Даже, как сказал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, празднуя в 17-м году, как бы события 17-го года, мы не должны только видеть все плохое и только заниматься поруганием. Это был выбор нашего народа. Это был выбор наших людей. Конечно, не всегда понятный для простого человека, но он был. И поэтому мы должны свои истории извлекать уроки. В этот же день по представлению епископа Салаватского и Кумертауского Николая медалью Русской Православной Церкви Святого Благоверного Князя Даниила Московского удостоен настоятель храма села Ермолаева протеерей Сергей Ветров. Патриаршей грамотой награжден настоятель храма деревни Корнеевка и иерей Антоний Лыжин. Далее состоялось награждение победителей конкурса «В лучах милосердия», а также Всероссийского конкурса «Красота Божьего мира» в списке десятки имен. Это участники творческого состязания из городов Кумертау, Салават и Шимбай. Торжественная часть мероприятия завершилась концертными выступлениями. В программе были музыкальные композиции, театрализованные постановки, посвященные разным историческим периодам. «В лучах милосердия» Убереги страну нашу Российскую, Богохранимую и даруй ей спасение Во имя Отца и Сына и Святаго Думы И ныне, и мысно, и вовеки веков, аминь. Форум носит просветительский характер, поэтому участники мероприятия для общения распределились по разным площадкам. В Центре детского творчества состоялось собрание отцов. В нашем городе пока только предстоит создание такого объединения, поэтому отцам было разъяснено о задачах совета, его направлениях работы, выслушанных предложениях. Также организаторы представили опыт других городов. В работе этой площадки принял участие архимандрит Николай, наместник Покровского мужского монастыря в Дедово. Главной задачей в этом направлении он считает воспитание настоящих мужчин. И здесь роль отцов неоценима. Учить все учат. Самое главное, наверное, передать свой личный опыт, но и духовный, потому что без духовности мы не можем воспитать настоящих граждан, защитников Отечества. В соседнем кабинете Центра собрались юные исследователи. Они представляли свои работы по теме «Судьба моей семьи в судьбе страны». Научные проекты защищали учащиеся школы и студенты профессиональных учебных заведений. Всего было 12 работ. В числе участников форума Анвар Абдрахманов. Он рассказал о своей семье. Трудовой стаж его близких людей в сумме составил 383 года. Я рассказываю своей семье, как они работали на заводе, и про моего прадедушки. И готовился я две недели. Моя исследовательская работа называется «383 года» вместе с Кумертаусским авиационным заводом. Еще одна площадка развернулась в Кумертаусском педагогическом колледже. Для самых маленьких в актовом зале было показано кукольное представление. Затем игровая программа для младших школьников и воспитанников детских садов. Праздник получился веселым и зажигательным. Организаторы сумели подарить детям предновогоднее настроение. Для более старшего возраста работали дискуссионные площадки. Одна из них была организована в библиотеке КПК. Беседу с молодежью провел активист добровольческого объединения «Белая река» Андрей Митрофанов. Для разговора были выбраны жизненные ситуации. Для их обсуждения волонтерами были подготовлены видеоролики. Каждый из участников отвечал на поставленные вопросы и в то же время осмысливал свои поступки и поведение. Сегодняшняя наша дискуссия посвящена такому вопросу «Пройти или остановиться». То есть мы рассматриваем различные жизненные ситуации, которые происходят, и пытаемся выяснить, каким же образом человек делает выбор. Вмешаться, помочь другому человеку или просто пройти мимо. Следующая площадка по теме «Милосердие. Путь к спасению». Об этом речь шла в секции «Социальное служение». «Социальное служение» — это такое формальное слово, но в основе его лежит любовь. Любовь к ближним. А любовь — это то качество, которое родит нас человеком. И, в общем-то, задача человека, пришедшего в этот мир, — это научиться любить. Любить, а значит, жить вопреки самому себе, ради того, кто рядом. И вот мы об этом с ребятами немножко поговорили. Ну, судя по реакции, в общем-то, и по тишине они меня услышали. Таковы были некоторые темы для обсуждения в секциях рождественских чтений. Каждый участник, а это люди разного возраста и социального статуса, смогли пообщаться на тему духовных ценностей и сделать определенные выводы. Субтитры создавал DimaTorzok